Вот здесь вот давным-давно проложена старая труба. Вот там вот, где плита на пляже, вот там вот она лежит. Старая труба глубоководного сброса очищенных сточных вод, проложенная еще в советские годы, продержалась недолго. О том, что в Голубой бухте дырявая канализация, знает каждый севастополец. Но все же люди здесь купаются, и вода, на удивление, прозрачная. Пляж даже выставляли на конкурс, то есть он был признан официально. Пока в 2017 году также официально здесь не запретили купаться из-за загрязнения воды. А этим летом местные жители однажды уткнулись в строительный забор, преградивший им доступ к морю. Ведется строительство объектов федеральной целевой программы. Очистные – это в принципе хорошо, но Голубая бухта является уникальным природным пляжем. Это самая низшая точка Фиолента. Это единственный пляж такого рода, который находится в шаговой доступности. Жители Гераклейского полуострова возмущены информационным вакуумом. Что будет с пляжем? Почему нельзя было вывести трубу на диком побережье? Насколько экологически безопасен глубоководный сброс? Ответов на эти и другие вопросы от властей и подрядчика добиться сложно. Общественные слушания, которые якобы одобрили стройку, люди откровенно называют фальшивыми. Нам известно, мы нашли фотографии, что это обсуждение состоялось. На нем присутствовало порядка восьми человек, личности которых пока что установить не удалось. Также были какие-то повторные слушания по слухам. Никакой подтвержденной информации у нас не имеется. Кстати, вопрос об отсутствии диалога с населением прозвучал в законодательном собрании. Депутат Юрий Кругов спросил чиновника, ответственного за общественные коммуникации, почему слушания прошли кулуарно. Тот признал, что есть недоработки. То, что публичных слушаний происходит недостаточно. И вот когда мы готовимся начать какую-то стройку, и мы либо поздно приходим к людям, либо в тот момент, когда уже там что-то загорается, такое есть. Связано это, ну, не хочется оправдываться. Есть такое. Не хочется оправдываться и руководству города. Обстоятельства пропажи 2 миллиардов 55 миллионов рублей в потерявшем лицензию банке глава города не комментирует, лишь заверяет. Компания работает, на сайте правительства размещена веб-камера, освоение идет, заявляет, что никак не повлияет, активно участвует в собрании кредиторов этого банка. Это заявление губернатор сделал только 4 июня, спустя два месяца после случившегося, когда скрывать информацию было бессмысленно. Вопрос поднимал с трибуны ЗАГСобрания Александр Кулагин. Депутат Госдумы Дмитрий Белик написал запросы в Центробанк и Росфинмониторинг. После этого контроль за бюджетными деньгами был усилен. Есть решение того же федерального казначейства о том, чтобы отслеживать все платежи, которые касаются федеральной целевой программы, свыше 100 миллионов рублей. До этого потолок был миллиард рублей, сейчас его снизили. Строго говоря, деньги не украдены. Они заморожены на счетах, лишенного лицензии банка ОФК. Однако вернуть их будет практически невозможно. Требования включены в третью очередь погашения. Это следует из ответа Центробанка на запрос депутата Госдумы. Потеря двух с лишним миллиардов рублей – это чрезвычайное происшествие. Для сравнения, за эти деньги можно построить более десятка динопарков. При этом до сих пор непонятно, за счет чего и как будет восполняться эта недостача. Ведь вряд ли очистные построят за 70% от их стоимости. Компания крупная «Биотехпрогресс». Она делает два крупных объекта в республике Крым. Компания подтверждает, что это не изменит ее планы по строительству Косюжный в срок. Компания «Биотехпрогресс» строит такие же объекты, построила в Сочи. Компания строит для «Росатома». Соответственно, это крупнейший производитель подобного рода сложных технических сооружений. Представитель предприятия обещал ответить на информационный запрос телеканала НТС. Но к моменту выхода материала в эфир получить комментарий так и не удалось. Проблемы с выполнением государственного заказа обнаружила контрольно-счетная палата Севастополя. В июне аудиторы, по заявлению депутатов Заксобрания, провели внеплановую проверку и нашли нарушения в процедуре электронного аукциона, выявили отставание от графика. Уровень выполнения работ, соответственно, с контрактом, исходя из графика выполнения работ, составляет за первое по угоде только 6,5%. Веб-камеры на сайте правительства Севастополя демонстрируют стройплощадку. Большую часть времени в кадре ничего не происходит. Аудиторы направили результаты проверки в правоохранительные органы и заявили о риске срыва строительства объекта федеральной целевой программы. А следователи уже провели первое задержание по уголовному делу. Бывшему исполняющему обязанности директора государственного казенного учреждения правительства Севастополя управления по эксплуатации объектов городского хозяйства было предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Именно он подписал дополнительное соглашение к договору, исключившее необходимость казначейского сопровождения и распорядился выплатить аванс. Фигурант уголовного дела был задержан в Нижнем Новгороде после топирован Севастополь по месту совершения преступления. В настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По ходатайству следствия ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъята вся необходимая документация, которая представляет интерес для следствия. В рамках расследования уголовного дела предстоит провести ряд сложных экспертиз, которые позволят следствию детально установить картину совершенного преступления. Следственный комитет также указал, что допущенные нарушения влекут основания для признания сделки недействительной. Однако правительство Севастополя не планирует расторгать контракт с подрядчиком. Об этом в ответ на информационный запрос телеканала НТС сообщил Михаил Храмов, исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», которое выступает заказчиком работы. По его данным, работы осуществляются силами акционерного общества научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в установленном порядке и графике производства. Поэтому выбор нового исполнителя не планируется. Тем временем члены территориального самоуправления «Голубая бухта» обеспокоены качеством работ. Они опасаются, что денег не хватит и стройка на долгие годы лишит их пляжа или вовсе ухудшит экологическую ситуацию. С приездом нашей съемочной группы стройплощадка оживилась. Экскаватор начал делать насыпь. Люди говорят, это показательное выступление. Их сомнения вызывают адекватность проекта, ведь новая труба повторяет маршрут старой и идет от очистных сооружений в районе Камышового шоссе в сторону 35-й батареи. Раньше это было далеко за городом. Сейчас здесь густонаселенный район. Встает вопрос, зачем, собственно говоря, этот трубопровод нужно прокладывать именно в том месте, в котором находится пляж. Потому что фактически этот пляж уже является официальным пляжем. На него были в прошлых годах организованы тендеры. Подозрение вызывает и длина новой трубы. Под водой она будет вдвое короче старой. Наше море огромное, большое, чистое. И оно самостоятельно пытается справиться с этими экологическими вопросами. Но мы же не можем жить и гадить себе, собственно говоря, на голову. Специалисты по глубоководным работам, к которым жители обратились с просьбой дать оценку проекта, уклонились от ответов. Никто не хочет проблем. Однако у людей есть совершенно объективное сомнение. Многие проблемы, связанные со старой трубой, были связаны с тем, что никто не мог проверить качество. Потому что для этого нужно было спускаться на 60-метровую глубину. Мне совершенно непонятно, как государственный заказчик будет проверять и качество стыков, и то, что изоляция не повреждена. Как водолазный специалист, я хочу сказать, гайки крутить под водой на такой глубине тяжело и опасно. Более того, согласно проекту, стальная труба нуждается в ежеквартальном обслуживании. Водолазы должны будут регулярно проверять элементы электрохимической защиты от коррозии. То есть в процессе эксплуатации нужно будет постоянно тратить бюджетные деньги для контроля ее состояния. В том, что это требование будет соблюдаться, жители откровенно сомневаются. Следует отметить, что гарантийный срок по проекту 60 месяцев. А 60 месяцев – это всего 5 лет. То есть через 5 лет спасить будет несколько. Люди надеются, что власть все же обратит на них внимание, даст ответы на вопросы и, возможно, скорректирует проект. Кстати, он уже подвергался правкам за счет подрядчика. Ради удешевления эксплуатации была изменена технология очистки воды. Антон Пархоменко, Людмила Замятина, Юрий Риутин, Севинформбюро.